Рашисты продолжают оборонительные операции на восточном берегу реки Днепр, то есть на левом. Генштаб ВСУ сообщает о перемещении российского личного состава оружия, техники и боеприпасов, поскольку российские силы сейчас там передислоцируют подразделения и концентрируют силы именно для усиления оборонных возможностей вдоль всей южной линии фронта. То есть они по всей южной линии фронта стараются встать в эту оборону. Вместе с тем, что касается вероятности усиления российской группировки на юге, то здесь расисты отчитываются о том, что якобы уже к концу февраля они должны успеть завершить реконструкцию всех четырех пролетов поврежденного участка моста через Керченский пролив. Но пока это только заявление. Мост до сих пор стоит поврежденный, что мешает большому перебрасыванию сил врага именно на материковую часть Украины, на юг. Но вот они уже говорят о том, что планируют до конца февраля отремонтировать эти пролеты, чтобы по Крымскому мосту пустить подкрепление из России на материковую часть Украины. Вместе с тем, по данным руководителя пресс-центра сил обороны Таврического направления полковника Евгения Ерина, российские оккупанты готовятся отражать наступление украинских военных на Запорожском направлении. Но вот здесь есть один нюанс. А дальше от обороны они планируют перейти в собственное контрнаступление. По его словам, ситуация на Запорожском направлении остается стабильно сложной. Сейчас россияне не предпринимают активных действий. Вместе с тем продолжаются постоянные обстрелы со стороны врага. То есть захватчики продолжают обстреливать позиции украинских войск и бьют по гражданской инфраструктуре. Так вот Ерин рассказывает, что россияне укрепляют свои оборонительные рубежи и делают минные заграждения на всем Запорожском направлении. И вот это якобы та стратегия, что сначала они в обороне от нашего наступления, а потом планируют рвануть в свое наступление. Вот приведут статуи Евгения Ерина. Сейчас отмечается увеличение обстрелов на Запорожском направлении. В целом враг готовит свои оборонительные укрепления, осуществляет инженерное оборудование позиций и создает минные заграждения. Также в последнее время отмечается определенное усиление подразделения оккупантов на Запорожском направлении в целом, что может свидетельствовать о том, что враг готовится отражать нашу атаку, но с последующим переходом в контрнаступление. И вот относительно планов врага, то в главном управлении разведки, а сегодня разъяснили предыдущее заявление о том, что Путин готовится к долговременной войне. Значит, представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов пояснил, что подготовка России к долговременной войне означает понимание врага, что его план быстрого захвата Украины провалился и неосуществим. Поэтому Путин теперь рассматривает вариант такой продолжительной войны на истощение. То есть, кто первый сдаст, у кого первого закончатся ресурсы. А Юсов отметил, что долговременной войны на истощение долгое время у Путина в планах не было. Но вот именно в последние месяцы наблюдается то, что России все-таки надо переходить на военные рельсы и заставить свое общество свыкнуться с мнением, что война – это надолго. Приведут стату Андрея Юсова. Эта концепция, так называемая, спецоперации, а на самом деле грубого вторжения на территорию Украины, заключалась в следующем. Путин планировал, что это должно быть быстро. И все силы, средства противника и вообще план, так называемый, СВО – это был план скорой войны, скорого захвата Украины. Этого не вышло. Теперь они мобилизуют все резервы и средства. У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера военной экономики на территории России. Безусловно, это то, к чему готовится Путин. У Украины же задача противоположная. Именно 2023 должен стать годом нашей победы коренного изменения ситуации. Потому что ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта долгая война не нужна. И вот что касается ситуации с мобилизацией на России и увеличения российской армии, то здесь вот британская разведка объясняет, зачем Кремлю увеличивать возраст призывников с 27 до 30 лет. То есть вот эта верхняя планка. Таким образом, российское руководство планирует увеличить численность войск без тотальной мобилизации. То есть просто призывать большее количество людей к обычным призывам. Мол, это плановое, это обычный весенний-осенний призыв. Мол, вы сильно не напрягаетесь. Вот как раз весна, весенний призыв. Мы планку до 30 подняли. Забрать можно намного больше людей. То есть, в сущности, подняв этот призывной возраст, российское руководство намерено набрать больше людей в армию и обеспечить вот это ранее объявленное увеличение численности российской армии на 30%. В то же время враг планирует, что такой вот шаг, именно призыв с планкой до 30, а не тотальная мобилизация, может вызвать у российского населения меньшую тревогу и меньшее возмущение. Мол, ну это же срочники. Что тут возьмешь? Хотя, вдобавок к этому, по данным Главного управления разведки, Кремль все равно планирует создать двухмиллионную эту армию. Поэтому во время новой волны мобилизации, кроме призыва, они попытаются призвать до полумиллиона россиян. И по этому поводу достаточно такую точную характеристику замыслом Путина дал президент Финляндии Саулини Инистию. Он уверяет, что российский диктатор Путин идет ва-банк в войне против Украины. Но у него нет шансов на победу. Однако далее не Инистию, а добавляет, что, к сожалению, в этой войне не видно ни конца, ни края, и ситуация стала еще более угрожающей, чем в начале вторжения. Потому что безумный диктатор пытается реализовать свои амбиции, не имея на то возможностей. А потому предсказать его шаги становится очень-очень сложно. Вот приведу цитату Ни Инистию. «Ситуация между Россией и Украиной гораздо хуже, чем то, что я мог представить год назад. Я это расценил так, что Путин поставил все на войну, говоря о «навсегда». Вот это когда он о референдумах так называемых говорил. Он, как в покере, пошел ва-банк. Меня до сих пор волнует то, что мы имеем дело с тем, кто идет на все, не имея возможности выиграть. «Что значит, если ты проиграл, когда поставил все? Это уже не просто война между солдатами, а война против украинского общества и инфраструктуры. Это полномасштабная война, и, пожалуй, самое страшное, что ей не видно конца. Авторитарным лидерам сложно понять, что люди в свободных демократических странах имеют собственные принципы и сильную свободу». И вот здесь как раз у нас всплывают эти все так называемые консервы российские, потому что сразу же появляется информация. Вот сегодня в очередной раз в Беларусь перекинули еще 8 самолетов-сушек и 4 транспортника, потому что у них 16 января, то есть уже завтра начнется совместные вот эти российско-белорусские авиационно-тактические учения. Продлятся они до 1 февраля, и здесь уже начали звучать такие заявления о том, что, мол, белорусская армия все-таки вступит в войну против Украины, и, значит, появляется некий, не буду называть его фамилию, российский эксперт, которого, к сожалению, слушают в Украине, который уверяет, что у Путина есть гениальный какой-то план. У него гениальные есть эти военачальники, которые планируют из Беларуси пойти на Львов, выйти на Львов, а со стороны юга высадить десант в Одессе, и потом вот эти две группировки должны сомкнуться в Приднестровье, дальше захватить Молдову, и тогда все, вот Украина отрезана от поставок западного оружия, Молдову взяли под контроль, и все, и вся Украина как бы в окружении со всех сторон. Вот такой апокалиптический сценарий нам сейчас рисуют некоторые так называемые эксперты. Обратите внимание, как раз, как раз накануне вот этих учений в Беларуси. Исключать, что там угроза может быть, было бы глупо, она может быть. Но по всем сообщениям наших военных нет в Беларуси той группировки войск, которая могла бы реализовать вот то, о чем говорят такие эксперты, о том, что вот, мол, все, Путин решил вот таким образом оккупировать всю Украину. Поэтому здесь нужно все-таки фильтровать ту информацию, которую подают некоторые эксперты, и критически мыслить. Но, чтобы положить конец этой войне, Украине нужна военная помощь. Причем уже сейчас, потому что речь идет именно о тяжелом вооружении. Накануне правительство в Великобритании официально заявило о намерении передать Украине танки Challenger 2 и 30 САУ АС-90, если не ошибаюсь. Это должно стать таким важным толчком для Германии. Наконец-то разблокировать поставки танка в Леопард. Но в правительстве Шольца до сих пор не определились, нет никакого официального заявления. Скорее всего, оно прозвучит уже или вперед, или на саммите Рамштайн. И здесь есть, по крайней мере, две новости. Хорошая и плохая по поводу танков Леопард. Плохая новость состоит в том, что немецкий производитель оружия Rain Metal заявил, что у него в запасе всего 22 танка Леопард-2, которые Украина просит предоставить. Еще на складах компании 88 танков Леопард-1. Но они уверяют, что, чтобы подготовить эти танки к отправке, то есть фактически их отремонтировать, компании нужен год. То есть они могут их поставить только в 2024 году. То есть даже если правительство Шольца согласится на передачу танков именно из запасов компании, подчеркиваю, именно из запасов компании, то Украина может их получить, извините, слишком поздно. Но, подчеркиваю, это позиция, заявленная не правительством Германии, а компанией Rain Metal, которая производит эти танки. То есть Германия могла бы, по крайней мере, снять табу на реэкспорт танков Леопард из других европейских стран. Например, Польшу. Или Финляндии. Или Испании. Или вообще 13 стран в Европе пользуются этими танками, и их вот так вот. С другой стороны, мы должны понимать, что Германия может передать эти танки со своих складов Бундесвера, то есть Минобороны Германии. Еще раз подчеркиваю, когда заголовки пишут, Германия может поставить танки только через год, они не соответствуют действительности. Это заявление компании Rain Metal, не правительства Германии. И здесь есть и хорошая новость. Потому что из-за российской агрессии против Украины уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Германии Ева Хёгель призвала увеличить спецфонд для Бундесвера в три раза. Она уверена, что увеличение этого специального ассигнования для Бундесвера со 100 до 300 миллиардов евро на вот этот год позволит и дальше поддерживать Украину. По ее словам, дальнейшая поддержка оружием и боеприпасами может не сработать при отсутствии новых производственных мощностей. С подобным заявлением накануне, кстати, уже выступал генсек НАТО Йенс Толтенберг. Он тогда заявил, что важно увеличить производство, чтобы Альянс успевал и свои запасы пополнять, и Украине продавать в течение длительного времени. Но важным в этой новости есть контекст. Потому что вот эти заявления по поводу увеличения спецфонда, по поводу поставок оружия в Украину, делает Ева Хёгель. А Ева Хёгель может стать новым министром обороны Германии после отставки Кристин Ламбрихт, который, наоборот, критикует за недостаточную помощь Украине. Поэтому давайте дождемся, наберемся терпения, дождемся все-таки саммита Рамштайн 20 января, и там уже будет все понятно. Либо Германия скажет, нет, извините, мы боимся, либо все-таки уже примет какое-то окончательное решение позитивное. Вот. Это вот если так пройтись по ситуации, что касается фронта.